Я в детстве смотрел мультик один по Fox Kids'у. Помните Fox Kids? Не знаю, я помню. Это самое лучшее, что было со мной в детстве. И я подбирал оттуда всякие выражения, слова запоминал. А меня вводили в школу раннего развития, раннего интеллектуального развития. Не потому, что мама думала, что я гений. Что ты лучше имена запоминал? Нет, это не помогало. Меня вводили в школу интеллектуального развития, но не потому, что они думали, что я гений. Мама думала, что я пиздец тупой, что я отсталый. И она решила отдать меня в школу интеллектуального развития, чтобы меня подразогнали немного по первому классу. А сколько лет тебе было? Ну, четыре или пять. Это как разогнать процессор, то есть или поможет, или по пизде пойдет вообще. Короче, я запомнил имя главного героя мультика, и когда была перекличка, у меня спросили там типа «Так, Салават Дюссенгалиев, Толя Бороздин здесь, а ты, мальчик, как тебя зовут?» И я такой «Макс Трайбер». И она такая «О, немец какой-то». Это ты уже развился или дотоктор? Это на самой запущенной стадии отсталости. Я запоминаю имена, но рандомные. Это была не учительница, это был самый старый, кого привели в школу развития, раз он поверил в эту хуйню. Макс Трайбер, а я спадермен, надо быть твоим учителем в этом мире. Заклеил тебя, приклеил к стулу, на перемену нельзя. Ну и мама, когда пришла меня забирать из школы интеллектуального развития, хотела поглядеть на результат. А в итоге, ну, им говорили просто типа там «Дюссенгалиев забирайте», там «Бороздин, забирайте». А меня все не называли. И мама сидит «А где мой сын?» И она такая «А Илюша Оречкин у вас есть?» А она такая «Нет, ну тут какой-то немец, его никто не берет. Хотите, заберите немца». Блин, она такая «Ебать, школа так поменяла имя». Я такой «Бутен Морген!» Мама подумала, я еле успел закончить поменять имя, за границей поучиться. «Мам, я теперь Макс Страйпер». И мама говорит «А кто остался?» И говорят «Остался Макс Страйпер». Мама такая «Ну, похоже, это мой дупоем». Рикольный, если там «Кто остался?» У нас остались Макс Страйпер, Лунтик и Винни-Пух. Она такая «Ну, я не знаю, какой мой». Или маме говорят «Так, у нас остались Винни-Пух, Спайдер-Мэн, Макс Страйпер и Илья Овечка». Мама такая «Макс Страйпер». И там ты выходишь, а такая «Блядь». Почти получилось. Ну, короче, меня отнесли домой. Это было до развития этого, да? До того, к тебе разогнали. Короче, и я спустя годы вспомнил эту историю, потому что мы заблокировали ее с психотерапевтом, чтобы я не мог думать о ней. Мы заблокировали это воспоминание, однажды оно вспоминало. Что? Есть такая услуга, да. Пицца ходоплачиваешь, тебе блокируют воспоминание. Это пароль, что ли? Гипноз. Гипноз, наверное? Нет, приехал профессор. А пароль я оставлю у себя. Пароль оставлю я у себя, живо получилось. Да не было никого. Ты посмотрел «Вечное сияние чистого разума». Не было никого сеанса у психотерапевта. Да, 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 я пошутил. Не было сеанса у психотерапевта, но я, правда, какое-то время не вспоминал эту историю, потому что родители, ну, просто почему-то не вспоминали. И потом мама мне ее рассказала, и я слушал, типа, реально, я настолько был отсталый. Я сказал, что я Макс Трайбер, и я пытался найти Макса Трайбера. И я нашел несколько страниц на Фейсбуке Макс Трайбер, но это были обычные люди, не супергерои, просто чуваки где-то из Баварии. И я, короче, искал-искал, Макс Трайбер, шоу на Фокус Кидз, Макс Трайбер. Все поискал, может, «Человеке-пауке» был такой персонаж, чтобы «Человеке-пауке» не было, Макс Трайбер. И оказалось, что был, да я знаю, и оказалось, что был мультик. «Маскд Райдер».